Всем привет, я на канале Ведьмак, меня зовут Дима, и я начал проходить очень классную, интересную игрушку, Металлай 3033 Redux. Сейчас вам вкратце расскажу, что это линдер классной игрой. В 2014 году на мир обрушился покаящийся, почти полностью уничтоживающий человечество, и превративший поверхность земли в потравленную пустошь. Броско выживших укрелось в глубинах московского метра, а кризисто погрузилось в новое средневековье. Насталось 1033 год, под землей выросло целое поколение, усужденные города, станции борются между собой за выживание, а не города ищут ужасные мутанты. Вас зовут Артем, вы родились в последние дни перед тем, как горела земля, но выросли под землей. Прежде вы еще не выходили за черту города, но судьбоносное событие заставило вас отправиться в отчаянное путешествие в самый центр подземного лабиринта, чтобы производить оставшихся выживших о новейшей над ними чудовищной угрозе. Из заброшенных подземелья под метрополитеном ваш путь выведет на поверхность, чтобы дикие заброшенные земли, где ваше действие решает судьбу человечества. Это было краткое описание данной игрушки. Всем приятного просмотра. Какой же мне уровень выбрать, а? Выживание или спартанец, а? Да, заставляет. Я думаю, лучше я выберу спартанца. Так, уровень рейнджера, хэдкор. Ага, максимальная сложность испытания, чтобы позволить метрова. Приложить метрова, извините. Рейнджер, хэдкор. Давайте попробуем. Я пойду на топ уровне жестком игрушку. Рейнджер, хэдкор. Я уверен. На топом уровне проходит игру. Очень трудно. Гамма мне по идее подходит. Погнали. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху. Наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота. Я прикрою. Понял, понял. Ну вот мы начинаем проходить классненькую игрушку Метро 1033 Ритмакс. Ну у меня начинается игра. Графиком нехорошая. Классная, интересная игра. Ну, что-то интересненько нашел. Ну, что-то проверим. Среди бойцов Ордела не так... А, сейчас, извините. Среди бойцов Ордела нет таких, кто жил бы на ВДНХ, казалось бы. Мы для них чужие люди, а они рискуют своими жизнями, чтобы выручить нас. А для чего? Может быть, они как-то верят, что черные угрозы только для нашей с Богом забытой станции? Для своего метро не знаю. О одном чувствую. Я не могу смотреть на этих людей без восхищения. Им все равно, с какой мы станции, по какому Богу мы и каким политикам верим. Достаточно, что мы люди, и что мы в опасности. Тот, кто вступает в Орден, принес защищать мне тот последний дом человечества до конца. Тот, кто из них верит в победу, а многие считают, что все, мы обречены, но никто не думает, упускать руки, услугать оружие. Только такими и могли бы быть боевые товарищи Ханта. Высшей честью для меня было бы стать одним из них. Видите, что я так прочитал, нелепо. И сейчас постараюсь, посчитать хорошо. Что за Ханта, а? Даже интересно, а? Ханта. Ну, познакомимся вместе. Открывай ворота, я прикрою! Понял, понял. Перелокация, типа, наше местоположение. Я полыкрутия закрою. Опа! Я вначале иду проходить на очень трудном уровне, на просто топовом уровне. Посмотрим, что будет. Видите, что я игру эту ни разу не проходил. Ржавый Андреянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Понял. Открываем, почему бы нет. Заодно подключаемся. Как-никак. Мы, никто и иметь последний вопрос спасения, а до счета часа. Артём, ваши большие боящие. Вдруг найдешь что полезное. Ну, я понял. Так, вот, что-то я нашел мобильник. Наверное, тут можно мобильник. Да, булгий цвет! Опа! Прикурим. Так, ну, тут мы, наверное, нас можем... Не можем мы закрыть, ладно-ка. Питер у нас пригодятся. О! О! Да, покой-то еще! Чё-кто не лупо, подожди, а! Ну, честная дверь. Может, зайдем, очень интересненько найдем. Сектор... Какой сектор? 23. Ну, вот зайдем. Какая-то вентиляционная шахта, чё-кто такого, здесь очень много вентиляторов. Так, ну, тут, думаю, мобильник тоже чё вырабатывать не нужно, что-то свет горит. Ладненько. О! Тащи-кто, чё здесь такого? Опа! Офига, потерял газ, похоже, у меня был раздолбанный. Офиги. Ладненько, давайте, пройти с ним, так сказать, тут все. Чтоб паутину убрать, чтобы взять, это стали лучше дуть. Ну, первое знакомство с игрой меня очень радует, а. Реально, классная игра. Все классно. Ну, все, давай наверх. Полиция, чё, как-то забирайся, как-то стану. Видите, видите, мы идти, видите, что происходит. Так, так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты должен не протянешь. А, тут не нужно. Отсюда до башни, два шага. О, нет, два шага до башни. Спарта. Окей, будет сделано. Кто стражи? Вот мутанты, блин, а. Ого, у тебя классная пушка. О, чё, 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 чё? О, молодец, ножом убил, я видел. Я поставил очень трудный уровень в игре, самый топовый, последний уровень, поэтому прохождение будет очень трудное. Ну, я не лох, я постараюсь пойти играть. Конечно, я, наверное, поддыхаю много раз, это факт. Блин, патроны, наверное, гонки летят. Это морли, капец, сколько нам патроны экономить. Есть. Всех положили. Как в любой игре, где выживать, надо везде, а высказать всякие разные места. Готов. Погой, 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 сейчас я обращу место. Тут чё-то интересненькое, думаю, нужно найти. Вот она. На. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Приём. Слышу вас отлично, приём. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Приём. Баш, точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Вау. Так красиво. Принято. Ну, было бы, конечно, но всё красиво. Понял, идём, идём. Не, мне очень нравится первая знакомь с игрой, а? Бомбическая. С удовольствием я пройду лучшие одежды и Exodus. Это игры классные, три части входит в игру. Вау, посмотрите сами, ну, это просто классно. Бомбическая, ребята. Как добрылись, товарищ полковник? Что это за шут? Слышите? Какого чёрта? Круг, быстро! Да, такой, да. Спину, спину берегите. Здесь, по-моему, придётся пожёще, чем библионири. Чёрт, загадь! Блин, а? Блин, твою мать, патроны закончились, а? Да, как, держать, когда патроны от меня, да? Я уже только узнала. Твою мать, я. Твою мать, я. Метро, это наш дом. Это всё, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, всё изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришёл он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил всё. И в особенности, мою жизнь. Теперь мы знаем, что Хантер – это друг отчима Артёма. Очень классная игра, очень классная, реально суперовская, не прописческая. Тоже не забудьте подписаться на мой канал. Если не ролик этого видео, я закрываю больше, чтобы первым выходим в моих новых видеороликах. Мы продолжаем наш классненький, долгий путь в суперовской игре. Автор этой игры, которую сделали, ну, автор книги классной игры, Зигул Хоски. Зигул Хоски. Артём, проснулся, наконец. К нам скоро придёт Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Понял, понял? Это родная станция Артёма. Более, аха. Круто, ну, так стильная комната сделана, реально классная. Всё, познакомься, картики с Хантером, узнаем, как чувствовать такое-то чело. Очень интересно. Просто прикольненькие картинки городов остались. Только так можно, например, на карта смотреть, потому что все города и стилизация разрушена. Если горско выживших людей смогли выжить именно, выкрышись у металла. Классная комнатка, классная китай, вообще супер всё. Клиника классная. Аха, прикольно. Пойдём, Артём, пойдём. Пойдём, идём. Дерьмо, свиньи и витамины. Я не через такое прошёл. Я этого не боюсь. Чё ты хочешь сделать с чёрными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Чёрные, чё за чёрные? Походу, дело узнаем. Что мы ещё можем сделать, а? Не все я спасу вас. Вообще, как-то как-то герой. С удовольствием послушаем Хантера. Очень хочу с ним познакомиться. Привет, Артём. Строго, что в ночью они снова находят, а даже сон. Госпиталь переполнен. Всё пока откроют. Ширенова. Мам, мама. Лёша. А долго нам не ждали-то? Лёша, пойдём, Артём, пойдём. Где ты, Лёша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем, не знаете? По сторонним нельзя. Пётр. А, извините, не узнал. Ну, вот, вчера дежурил. В самом Кекле оказался. Проходите, товарищ судьбой. Здорово, Артём. Здорово. Так, в общем, мы какие-нибудь интересненько найдём. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Это печально, что тут в осаде, что у нас очень много потерь, как я понимаю. Очень много людей в госпитале лежит. Как раненый. Никаких урушений. Этим утром ещё двое скончались. Чёрные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг, душу рвут. Люди сходят с ума. Не умирают, не умирают. Добраться. Здесь только что-то мило, да? Не выходите. Понял, понял. Значит, интересненько ещё на заменочку нашёл. Который надо прочитать. Ну, или просто просмотреть. Боже, когда же это закончится? Я больше не могу. О, Господи. Тут прекрасная вас. Не могу понять. Так. Каждый день в северные тоннели уходят наши бойцы. И каждый день оттуда несут убитых. Убитых жестоко необъяснимо. Жестоко ещё больше возвращаются оттуда обезумчивыми. Но только так, посылая своих друзей, соседей, родных, на смерть в тоннеле мы можем держать чёрных на расстоянии. Когда у нас не будет хватать сил, чтобы убивать их атаки, о дальних подступках, они явятся на станцию, и тогда нам конец. На станции шепчется кускатка надежды на спасение и нет. Нет. Мы просто тянем время, но сухой моим отчим начальник станции надеется на чудо. Он говорит, что у нас может выручить и год давний друг Хантер. Хантер, член ордена Спарты Барри, Волган Бараста, который покрылась защищать метро от любых опасностей. Нет ничего, что могло бы испугать этих людей. По крайней мере, причёрных не было. Теперь мы узнаём, что мой... Вот чем таскать мой отец, начальник станции. Это круто. Реально круто. А вот раненых компейс как жалко. И мёртвых, он уже давно мёртв. Офигеть. Да, и то, что у них уже обязующими, это уже сразу видно. Это Хантер. Всё в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чёртовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. Ну, теперь забройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в ней творится? Ну, как? Да всё, как обычно. Все говорят только о вашей станции. Не этих. Ваших ментантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. А это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Спасибо за тебя, Хантер. Что-то страшно. Чёрных, да? К чёрту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Санныч, мы остаёмся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Ага, понял, понял, беру. Чувство веселья начнётся. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Сейчас чувство веселья самое-то начнётся. Упаковия не против никаких крови привлекает. Больница в жёсткий уровень поставил. Ёб твою мать. Сейчас жёсткий уровень поставил в игре, а? Ай, ёб твою мать. Ай, ёб твою мать. Ай, ёб твою мать. Как воюж на лево, сука. О, это очень жёсткий, да? Идём, с тобой всё нормально. Конечно, этот-то не пропадёт. Какие же это чёрные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь чёрных вокруг, они всё равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружия. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Чёрные не просто мутанты. Это хомонолус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойни. А я буду цепляться за жизнь. До последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомонолусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже... Чёрный напарень! Внешний блокпост уничтожен! Продолжение следует... Стало известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. И подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Да, очень, блин, интересненькое, блин, а? Если бы не Хантер, мы бы все умерли. Это факт. Я не инспектор ему. Только что он не вернулся. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватаешь матьё вооружение на иноплатформе. Они уже заждались. Я буду там, и смотри, ничего не забудь. Вот стоц перевертался, бабушка, здорово! Вот стоц перевертался, кучает компот! Вот стоц перевертался, и мечтает с нами! Вот стоц перевертался, и лежит на лягу! Понял, есть нельзя будет. Смотрите, даже на книжке написано. Дмитрий Голуховский, метро 3,4-3. Опа, еще заметочка. Обороны нашей станции от черных противников, жутких, непонятных, непобедимых, отнимают все наши силы. Мы забыли о старых рогах, упырях, носочках. Если бы не Хантер, эти твари заболись бы в наш госпиталь. Страшно даже подумать. Что случилось бы тогда? Опоздали Хантер хоть на час. Хантер Ореля и Эспект. Классный мужик. Погодненько. Купой, я больше всего не вернусь. Ну, может, в будущем, но сегодняшний не скоро. Ну, да, прощай, моя классная комнатка и мои классные фотки разных городов. Ну, да, прощай, моя классная комнатка. Ну, да, прощай, моя классная комнатка и моя классная комнатка. Ха-ха, не бью неудачник, блядь. Ну, ладно, а теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажешь, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Папа, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты у нас. Кто, говорит, или такая история, честно, за слезы побила? Только что мне моя вебка, которую я новая заказал. Черт. Ну, послушайте, этот мужчина, такой он позакужный, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена, которая так была, я был бы самым счастливым человеком на земле. В ближайшие пятьдесят лет нам изрубит подлятся. Что же ваша жена так не готовит? Списка дольная, дорогая. Ну, вообще-то, я как бы не жену. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед, с песней. В общем, я заказал себе вебку и класснику новую, чтобы у меня было лучше видно микрофончика. Посветил мне микрофон и вебку Дарьян Корнет. Думаю, они будут хорошие, намного лучше, чем у меня сейчас микрофон. И вебка будет хорошая, у меня будет хорошо видно. Это все будет звучать отлично. Правда, вебка у меня будет намного лучше, чем у меня сейчас. То есть у меня. Сюда грязь какая. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры. Предатели сплошные. Ты прав, парень везде грязь. Да и от тебя подваливает. Ха-ха, от тебя подваливает. Ладика, что-то смешок слышал. Что-то здесь интереснее, наверное, будет где-то вот так куда-то в этих комнат, а? Ну, ну сюда. Кто там? Артем, ты что ли? Все в порядке? Прости, я поклонил это загор. Ого, нифига себе он занят. Ладика, ну-ка тут. Никого нет дома. Сволоча, ладно, копай дальше. Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюлен. Это под мной смотришь. Это еще кто? Убирать кто суден. Вот я в сверху. Вот это для Артем. Слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Понял? Извини. Ну, можете себе быстренько пойти, и все, вы меня больше не увидите, а? Проваливай, Артем. Да иду, иду, не обмущайся, а? Что-то у тебя уж не могу понять. Ну, я же просил тебя, никуда не отходи. Знаешь, как я за тебя, папа? Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, папа. Извини, я больше так не буду. Помню, читал где-то, что Калашников очень гордился своим изобретением. Гордился тем, что создал самый популярный в мире автому. Говорил счастлив, что границы родины спокойны благодаря ему. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы сверхнулся и повесился. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. Тх, это похоже, чем быть тем доктором, который придумал бюллетину. И вот еще, задумайся. У нас у всех патроны вместо денег, так? Жуть ведь. Если использовать их по назначению, то один патрон – это одна чья-то отнятая жизнь. Получается, что 100 грамм чая стоит 5 жизней, так? Колбаса? Недорого – 15 жизней. Куртка кожаная. Сегодня со скидкой. Вместо 300 – 250 человеческих жизней. Ну да. Оборот нашего рынка за день, небось, побольше будет, чем все население метро. Если в жизни их нет. Охренеть. Ну, там мы теперь о ваших узнали. Только телеистория еще интересненькую, очень классную. И мы узнали от них то, что, блин, потом на это, типа, как наши деньги, а? Мы на них можем все, что угодно покупать. Что-то иютно так, а? Валерий Х, независимая станция. Да за что это? Ну, скажи, что с ним забыл. Артем, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы? Неловко как. Хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Да я тебе верну, как только смогу. Спасибо, Артем. Есть еще добрые люди. Всегда пожалуйста, видите, засветывая. Тут у нас как-то понял вооружение, водонеханизм зависимая станция, понял. Может, прикупить себе, будет что-нибудь. Как базар, есть базар. Ага, детишки. Базар, есть базар, ничего не слышишь, все галтяты. Без хорошего автомата, считай, нету солдата. Уходи, уходи, нету солдата. Анника. Все, сонбожники, извините, я понял. Позвольте, куплю себе ботанчики. Так. 10-10, тут 6. Анника, трогай пистолетик и куплю. Понял, понял. Всё, спасибо тебе за ботанчики. Алька. Я гордый. Спасибо тебе. Ты что, Артём? Ты что, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй вооружение, ну и прибарахлись как следует. Понял, понял, иду. Привет, Артём. Привет. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зелёный ещё, да? Да ты и породился с Калашовым как. Солдатами становятся? Ни черта не так. Есть люди, которые торгажами рождаются или шлюхами. Солдат это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами и охой головой, что намного важнее. Значит, вводим в воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Какой ты в истории не услышишь людей? Честное слово. Оружение. Вам сюда. Эй, Артём. Тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Ха-ха-ха. Ну и название. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесёт. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь всё. Окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мультир. Ну и просто постарайся. Первое время особо не высовываться. Окей? Окей, окей. С удовольствием опробую. Твоя ублюдка. Ха-ха. Он не гонит. Чередями встречу этого оружия. Всё будет окей. Потренируемся перед ней, как уж и сразу с ублюдками, да? Тут точно не проматать. Ну, нормальный. Нормальный, конечно, не ас. Ну, нормальный стрелок. Спасибо тебе, другой человек, за такое классное оружие. Так. Всё, декста. Всё нам сюда. Ты думаешь, мы доживём до того дня, когда снова сможем жить наверху? И я вот никогда Москву не увидел. Только старые фотографии. Спасибо. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро не будет. Земля достанется там. И мы сами виноваты на этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил? Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумал. Ведь сколько лет прошло. Сколько лет! Связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы. А Петербург. Какой чудный город был. Соборы его невероятные. Адмиралтейство. Золотое игло. Я вот отлично помню вечные вечера на Невском. Всё битко. Девушки точёные формируют. Красотки. Детишки с морожеными шариками. Отсюда музыка несётся. А воздух? Какой воздух? Нет, это шанс. Какой прекрасный мир. Мы уничтожили. Очень жаль. Но грустная история. Затуя к своему бате обращаюсь с ним. О, привет. Ну чё, как? Пойдёт нормально всё. Классная всё-таки мелодия. Классная всё-таки мелодия. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живы. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннель вроде спокойный. Артём, послушай милицию. Я вижу, ты всё на Хантера сосматриваешься. Тоже хотел бы сталкерам стать на главе. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые. Жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Понял, понял, батя. Ну, я хочу героем стать, а? Меня выгладит в надежду. Я посмотрю, что я должен сделать. Так, добавиться до полиса, отыскать в строке пропадающий мельник, подъяснить ситуацию до ВДНХ. Караван. Спуститься к каравану. Это сейчас задача. Самое главное, добавиться до полиса. Самая главная цель моя. Добавиться до полиса и найти мельника, и все время рассказать. Но Ханта оказался на ВДНХ точно вовремя. Мне хочется думать, что это не просто так, что так хочет судьба. И то, что он выбрал меня, чтобы отправиться с сообщением о Чёрных в самом полисе, тоже судьба. Я всю свою жизнь, кажется, мечтал побывать в полисе в великом и легендарном Саленте Ветро, Саленте Цивилизации. А шанс сделать это не выпал только сейчас. Сейчас. Моя станция, ну и так нуждается в каждом бойце. Умею ли я право бросить с учима? Бросить друзей. Критерные спасности. Где мое метро? Где мое место? Причем к плечу с ними на баррикадах. Или на великих станциях. Куда меня посылает Ханта? Не знаю, но я справляюсь в путь. Хочу думать, что меня зовет судьба. Артём, ты очень много чего сделаешь, а? А ты сейчас бросать её родных это очень плохо. Но выбора нет. Прощай. Опа. Сам бы сказал про Артём. Сам бы говорил. Опа. Всё, готово. А не пускай. Поросёнка не хочешь приручить? Ну или там усыновить. Недорого. Хе-хе-хе. Ещё один слэш. Слэш. Он тоже все удачен. Поехали, родная станция. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Представь, твое заметение главное орудие убийства на храните. Похоже, чем будет тем доктором, по местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Куда пошли? Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите. Это уже не следует. Садись, как всегда был Ведьмак. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok